Всем привет, с вами Ванделей, и вы конечно знаете, как некоторые фанаты сталкера любят копаться в истории создания каждой из частей. В открытый доступ слито огромное количество концепт-артов, билдов и дизайн-документов по сталкеру. Но что насчет другой игровой серии, не менее известной и тесно связанной со сталкером? Серии Метро. Как вы думаете, сколько билдов Метро 2033 слито в сеть? Ровно один. А сколько слито диздоков? Столько же, всего один. А потому для того, чтобы собрать наиболее полную картину истории разработки Метро и того, как менялась игра в процессе разработки, нам придется выискивать крупицы информации из ресурсов релизной версии, из трейлеров, статей и интервью, и даже копаться в слитых материалах сталкера. Именно с них мы и начнем. В 2002 году творческий коллектив GSC, одной из ключевых фигур которого являлся Андрей Проф Прохоров, вовсю начал разрабатывать Сталкер Обливиан Лост. Планы разработчиков можно назвать наполеоновскими. Игру мечты планировали выпустить уже через год, в 2003. А потому к еще не готовой игре задумали и продолжение, которое условно обозначали как Сталкер 2. Сценарный документ 2002 года кончается абзацем, посвященным продолжению. На этом ролик на движке игры заканчивается. Конец игры и ждите продолжения. Возможно успеем доделать то, что написано ниже. Иначе выпустим отдельный ролик, посвященный Сталкеру 2. И дальше идет описание того, как зона порабощает всю землю. Мертвые тела миллионов зрителей, президентов стран, военных советников, правительственных чиновников. Они лежат зажав уши, раскрыв в крике рты. Послание Чернобыльской зоны достигло своих ушей. И над мертвыми городами начинают кипеть облака. Зона увеличивает свою территорию. Из интервью для сайта GCFan. Помнится, в каком-то интервью игромании Алексей Сытьянов рассказывал, что финал Сталкера, тот который истинный, должен был стать завязкой для второй части игры. Каким бы мог быть Сталкер 2 в вашем представлении? Что должно было произойти со Стрелком? Существовали ли уже на тот момент какие-то задумки, концепции, мысли? Андрей Прохоров. Расширение зоны и попадание в нее крупных городов. В зоне оказывается Киев, а также большая часть Украины, Белоруссии и малая часть России. Но действия разворачиваются именно в Киеве, где выжившие прячутся, где бы вы думали, в метро. Это был мой план 2003 года. Наверняка у Алексея были тоже свои идеи, но я про них не знаю. Второй Сталкер, на самом деле, уже тогда, я как бы на будущее думал. Я его хотел переносить место действия в Киев, сделать более компактно, людей загнать под землю. Киев, метро. О! Итак, Андрей Прохоров вынашивал идею игры про постапокалипсис и Киевское метро. Но время шло, а разработка первого Сталкера только растягивалась. А в это время Дмитрий Глуховский пишет книгу Метро 2033. И в 2002 году выкладывает ее в интернет. Книга была короче и заканчивалась смертью главного героя. В конце Артем наконец-то пребывает в полис, но славливает шальную пулю и погибает. Все было зря, а читатель пребывает в шоковом состоянии. Андрей Прохоров ознакомился с этой повестью, и идея будущей игры начала вырисовываться еще яснее. Впрочем, по-прежнему оставаясь в планах. Но уже не как Сталкер 2, а как самостоятельная игра. Важный момент. В 2003 разработчики будущего метро сообщили Григоровичу о планах уйти из GSC и основать собственную компанию по окончанию разработки Сталкера. После этого мы подошли к Сереге и сказали, что Серега, мы по окончанию Сталкера уйдем. Поначалу он абсолютно нормально, что кстати приятно порадовало, отреагировал, что ну спасибо, что предупредили. Мы-то верили, что сейчас Сталкер закончится через год, а с этого момента еще 4 года прошло. Отношения все портились-портились и в конечном итоге окончательно испортились. И еще во время работы над Сталкером, непосредственно в офисе GSC, понемногу началось воссоздание Киевского метро, а конкретно станции Крещатик. Любителям покопаться в билдах Сталкера знаком уровень ОМ-4. Это тестовый уровень, который появляется в билде 1917 от 30 сентября 2004 и представляет собой маленький кусочек станции Крещатик. Это шахматный пол и колонна с плиткой, соответствующие реальной станции. Обозначение М в названии уровня, конечно, означает метро, как и во втором интересующем нас уровне. Это уже станция Крещатик целиком. Уровень имеет обозначение М-4, М-6, М-8 и так далее. Цифра меняется в зависимости от версии локации. Киевский Крещатик был замоделен Андреем Ткаченко и, будучи созданным в 2005, этот уровень действительно попадет в будущее метро 2033 в качестве станции Повелецкая, от которой здесь только название. Интересно и то, что дверца с датой открытия станции Крещатик будет использоваться в качестве текстуры на ВДНХ. Но это все в будущем, а в 2004 отцы метро еще не знали, что будут делать игру про московский метрополитен. И очевидно поэтому создавали метро Киевское, как и было задумано пару лет до этого. Кроме Крещатика в 2005 был создан ряд скриптов, потому что в будущем билде метро от 10 мая 2006 используются скрипты, датированные как раз в 2005. Также в 2005 началась разработка движка для будущего метро. Об этом еще до релиза метро говорили сами разработчики. Авторы движка, Шишковцов и Максимчук, создавшие легендарный X-Ray, не могли использовать свое творение, когда уйдут из GSC, за которым и оставались права на движок. Поэтому они написали 4i Engine. И по сей день темой для спекуляций является возможная преемственность движков X-Ray и 4i Engine. В спорах на эту тему стираются клавиатуры и кончается оплаченный интернет. Вот что на эту тему сказал в одном из интервью Сергей Григорович. Мне конечно сложно забыть, что за год до релиза первого сталкера, эти люди украли у меня технологию и графику. Мы это поняли, когда обратились в научно-исследовательский центр судебной экспертизы и провели оценку нашего движка и того, что они раздавали на выставках для издателей. Там даже текстуры наши. В билде 375 действительно имеются текстуры, оставшиеся от сталкера. А вот графика явно выглядит иначе. Кроме этого, например, 4i Engine, в отличии от X-Ray, позволяет играть на уровне непосредственно в самом редакторе. Из-за чего отпадает необходимость каждый раз собирать билды. Я так понимаю, что ты играешь прямо в редакторе. Я играю прямо в редакторе. Но может мне сказать сам, что мне не нравится. Здесь вы играете по меня. В конце концов, Григорович подаст на Fura Games в суд и проиграет его. Вам подобная стратегия может показаться странной. Но вот ушли и авторы X-Ray в другую компанию и написали там новый движок, опираясь на свои прежние знания. Разумеется, движки будут похожи, в чем проблема. Однако дело тут даже не в схожести и различиях двух движков. А во временных рамках. Сами разработчики метро говорят о том, что движок начал разрабатываться в 2005. Но ведь тогда Шишковцов и Максимчук еще работали в GSC. Так что, разумеется, у Григоровича возникли претензии. Более того, в 2011 Григорович упоминал, что движок аж для Stalker 2 начал разрабатываться еще до релиза ТЧ. Когда началась разработка нового движка? Так как-то за... За какое-то время... За какое-то время до кончания первого Сталкера. Года, наверное, за... За два. То есть, как раз примерно в 2005 в GSC шла работа по движку, только если Сергей Григорович ничего не путает. Так что претензии понятны. Кто в этой ситуации прав и есть ли вообще правы, не нам решать. Но, думаю, мотивы и поведение каждой из сторон теперь ясны и понятны. Вяло текущая и параллельная сталкеру разработка метро перешла в официальную благодаря все тому же Сергею Григоровичу, который в начале 2006-го решил сократить штат разработчиков. Коллеги и товарищи Андрея Прохорова остались не у дел. И потому в срочном порядке была основана компания ForaGames, названная в честь 4А. Андрея Прохорова, Андрея Ткаченко, Олеся Шишковцова по паспорту Александра и Александра Максимчука. Еще одной ключевой фигурой компании вскоре станет Дин Шарп, тот самый представитель THQ, который был прислан в GSC, чтобы с его подачи контент сталкера был порезан, и игра наконец-то уже вышла. По этой причине, разумеется, Дина Шарпа не особо любили, но такое первое впечатление оказалось ложным. И Дин Шарп и по сей день является ключевым сотрудником ForaGames. В целом, история про увольнение сотрудников и движок метро вышла скандальной. И так, затянувшемуся в разработке сталкеру, подобный скандал не предвещал ничего хорошего. И на уже недоступном в оригинальном варианте сайте по сталкеру даже вышла вот такая новость. Пояснение относительно слухов о сталкер. 30 января 2006-го. Дабы развить беспокойство среди фанатов сталкера, ввиду появившихся в сети слухов, Компания GC Game World считает необходимым пояснить следующее. В команде были приведены некоторые сокращения, коснувшиеся арт-отдела. В связи с тем, что работа по графике почти закончена. Никто из руководства, программистов и уж тем более тестеров не может быть сокращен. Что касается утечки технологии, то никто из ушедших дизайнеров не обладает правами на движок игры. Все технологии сталкер, включая движок X-Ray и сталкер 2 Engine, принадлежат компании. Даже если движок текущего или следующего поколения появится в сети, их легальное использование невозможно. Андрей Прохоров под увольнение 2006-го не попал, очевидно как слишком ценный сотрудник. А потому он продолжал работать над сталкером в то же время, как началась полноценная разработка метро. Игры очень похожей и очень отличающейся от сталкера. Открытый или хотя бы попытка в открытый мир в сталкере против строго коридорного шутера. Переосмысление литературной основы Стругацких против прямого воплощения книги Глуховского. Вы не забыли, что в 2002-м Артем погибал в полисе? Для публикации на бумаге Дмитрий Глуховский все-таки продолжил историю Артема еще на целых 7 глав. И книга наконец-то вышла в 2005-м, в теперь уже раритетном издании с очень непривычной обложкой. Первый тираж будущего бестселлера вышел изданием 8 тысяч экземпляров. Что очень забавно, учитывая, что второе издание с классической обложкой вышло сразу в размере 100 тысяч. По словам Андрея Прохорова, книгу Дмитрий дописал именно под игру. Я ее прочитал, тем же вечером отправляю ему письмо. Здравствуйте, я Андрей Прохоров, давайте делать игру. В общем, с тех пор он нас ждал. С тех пор он превратил интернет-новеллу в книгу, издал ее. Вторую половину он дописал исключительно под нас, потому что интернет-новелла заканчивалась тем, что шальная пуля прилетала в мозг Артему. Но напомню, что дописанный вариант был издан в октябре 2005-го и, соответственно, был готов еще раньше. А значит, получается какая-то возня с датами, ведь фора геймс на тот момент просто не существовало. А до этого, начав в 2004-м и закончив к следующему году, разработчики создали станцию киевского метро. Но возникает вопрос, а зачем тогда делать киевское метро, если еще в 2003-м было принято решение делать игру по книге про метро Московское? Однозначного ответа тут нет. Хотя бы потому, что существует вот такой концепт-арт по игре. Это станция московского метро с украинскими поездами. Настоящий монстр из концепции Сталкер 2 в киевском метрополитене и метро 2033. Очевидно, происходящие процессы на ранних этапах создания метро были неоднозначны. И четкого видения будущего проекта на тот момент не сложилось. И, наверное, все-таки формулировка, что Дмитрий дописывал книгу исключительно под игру, слишком категорично, куда более объективной. Звучит формулировка Андрея Прохорова из интервью с сайту GCFan. В ту же ночь я ее прочитал и написал автору, Дмитрию Глуховскому. Давайте сделаем игру. В то время он жил и работал во Франции журналистом. Дмитрий идеи загорелся и потом ждал нас еще три года, пока мы доделывали Сталкер. За это время он превратил новеллу в роман, уже предполагая, что по книге будет сделана игра. Идею создания игры по мотивам постапокалиптического романа про московскую подземку в команде приняли единодушно. Также в интервью 2007-го проф говорит о том, что Глуховский дописал книгу всего за полгода. Я хотел сказать, что к идее сотрудничества с Глуховским пришли не сразу. Глуховский появился на горизонте в тот момент, когда он должен был появиться. Потому что идея летала у нас давно, года 2003-го. В этот момент мы узнаем от людей Глуховского. Вышли с ним на связь и его идея очень заинтересовала. В том моменте было написано только половина романа. Причем он его закончил смертью главного героя. Обсудив с ним идею, что нет, так его заканчивать не надо, мы через где-то полгода получили полновесную версию романа, которую он уже непосредственно сделал под будущую игру. А вот что говорит сам Дмитрий Глуховский в интервью для Game.ru. Дмитрий Глуховский. Вообще эта идея принадлежит Андрею Прохорову. Он тогда уже собирался уходить из GSC и думал создавать проект с подобным сеттингом, что и Сталкер. Мне идея показалась замечательной. И как только образовалась студия Fora Games, работа по созданию игры началась. Первая концепция игры базировалась полностью на сюжете моей книги. Как только технический проект был завершен, он был просмотрен THQ. После чего проект был подвергнут большим изменениям, причиной которых послужила как основная история игры, так и её продолжительность. Выходило более 40 часов геймплея. Были привлечены голливудские сценаристы, которые дополнили историю и адаптировали её под компьютерную игру. Работать сценаристов я остался доволен, и приступил к собственноручному переводу сценария игры. Это довольно интересное описание рабочего процесса, который наступил, как только у игры появился издатель, THQ. А появился он только после выхода и успеха Сталкера. До этого момента Fora Games разрабатывали игру без издателя. И на самых первых этапах разработки, чтобы этого издателя найти и привлечь к проекту, был собран очень любопытный дизайн-документ, известный как Metro Nightmare's World. Им не удалось найти только один момент, который отдалённо напоминает упоминание этой самой первоначальной концепции. Первые у нас идеи были, что конечно игрок сможет пойти там и налево, и направо, и дать им как можно больше, больше, больше свободы. Но с другой стороны, когда мы начали реализовывать, осваивать новую технологию, мы поняли, что насколько это вообще сложно. И поэтому решили, ну что на нас не будут обижаться, что как бы линейный шутер это не так страшно. Этот интересный дизайн-документ, к счастью, у нас имеется. И давайте его изучим. Судя по всему, сперва Metro предполагалось игрой куда более свободной. В этом документе даже не закреплён пол у главного героя. Что уж говорить, этот дизайн-документ настолько странный, и настолько выбивается из истории создания Metro, что в нём даже упоминается мультиплеер. Хотя по словам Прохорова, о нём речи даже не шло. В первом метро, там даже мысли о мультиплеере не было. То есть есть опытная, но тем не менее новая команда в новой фирме. Есть хорошая идея для синглплеера. Мы это делаем. Выходит, в дизайн-документ напихали всего и сразу. Лишь бы было красиво, а вот и нет. Александр Костюк также упоминает мультиплеер в интервью. Но всё-таки и дизайн-документ, и данное интервью относится к периоду, когда у игры всё ещё не было издателя. Так что возможно это всего лишь классическая попытка представить планируемую игру для издателя в наилучшем свете. Листаем до третьей страницы. И находим упоминание сотрудничества с Глуховским. И всё бы так. Но даже год действия игры указан не как 2033, А как 2040-й и вместе с Москвой? Ну надо же! Снова упоминается Киев. Весь этот непонятный документ датируется даже не 2005-м, а 2006-м. Когда книга была уже и дописана, и даже успешно издана. В этом документе даже используется карта Мира Метро как раз из этой книги. И перечисляются её фракции. Включая революционеров, которые в книге были, но в игру не попали. Однако, этих персонажей отбросили не сразу. Вячеслав Арестов упоминает их в одном из интервью, которое он дал уже после выхода Метро. А приходилось ли что-то выбросить из игры, с целью вложиться в сроки, в бюджет? Само собой, без этого никак. Например, фанаты интересовались, куда делись чагеваровсы. В книге этой фракции было посвящено несколько глав. Весёлые такие ребята, и с ними было связано много интересных событий. В игре мы отвели для них специальный участок, цепочку, на протяжении которой игрок должен был с ними познакомиться и играть. Но они не несли никакой сюжетной нагрузки, такой развлекательный фактор. Нам пришлось от них отказаться, потому что мы просто понимали, уровень игры очень сильно упадёт, если мы их оставим. Мы старались, чтобы её качество было равномерным. Старались избегать недоработанных участков. Дальше больше. Пытаясь представить проект максимально перспективным, автор документа обещает предполагаемому издателю возможность сделать ММО-игру по миру метро. Далее в документе расписывается примерный сюжет и геймплей. Зачитываю. Цель игрока — добраться до полиса. В самом начале миссии он-она находится с группой диггеров, чья миссия — установить торговые отношения с соседней станцией. Группа состоит из четырёх человек и грузового вагона. В первой части группового путешествия игрок идёт пешком, стреляя в монстров, атакующих караван. Во второй, скоростной части, он ведёт машину, а другие отстреливают нападающих. Автомобиль ускоряется нажатием клавиши управления. Чем быстрее вы нажимаете, тем быстрее едет машина. Во время движения один из партнёров заменяет игрока, поэтому последний может стрелять в монстров. Достигнув следующей станции, игрок обнаруживает, что дальнейший путь заблокирован из-за чрезмерной активности подземных существ и аномалий. Он-она знакомится с персонажем по прозвищу Бурбон, который рассказывает ему-ей о группе торговцев, которые собираются в путь, но у них нет конвоя. Не согласился бы игрок сопроводить их к следующей станции. Таким образом, игрок попадает в туннель с тремя торговцами и Бурбоном. Задача игрока – привести хотя бы одного торговца к следующей станции. Чем больше торговцев выживут, тем больше будет выплата. Туннель, по которому они собираются пройти, совершенно тёмный. Но у торговцев есть мощные прожекторы для освещения целей. Игрок будет стрелять в монстров, подсвеченных торговцами. Некоторые торговцы начнут паниковать или у них выйдут из строя прожекторы. Ситуация обостряется. Достигнув следующей станции, игрок расстаётся с торговцами, уходя в туннели, контролируемые Ганзой. Игрок продолжает идти по заброшенным туннелям, которых люди избегают. Там ждёт смерть, поэтому никто не может пойти туда в одиночку. Обсудив этот вопрос с Бурбоном, игрок соглашается пойти в туннель с ним. В следующем туннеле тоже нет света. Поскольку сейчас их всего двое, они по очереди освещают себе путь. Им предстоит пройти через аномалию мёртвой зоны, где слышны мистические шёпоты, где всем плохо, где движутся странные тени. Это место ужаса. Достигнув заброшенной станции, игрок обнаруживает, что Бурбон бандит, идущий навстречу со своей бандой. Они не могут решить некоторые вопросы и продолжают обсуждение с оружием в руках. Бурбон умирает, а игрок остаётся один против целой банды. Вскоре он понимает, что у него нет шансов. Но оказывается, что Хан, один из самых интересных персонажей игры, приходит ему на помощь. Долгая жизнь под землёй вызвала у людей необычные пси-способности. Хан один из телепатов. Он останавливает драку и берёт банду под свой контроль. Вновь созданная группа продолжает своё существование. Прорвавшись туннелями к обитаемым станциям, группа попадает в зону пси-аномалии. Восприятие там искажено, пространство вязкое, позади катится волна чего-то странного. Туннели начинают изгибаться под разными углами, и гравитация тоже меняется. Бандиты погибают в аномалиях, а игрок теряет сознание. Оправившись, игрок оказывается на одной из двух соседних станций, населённых бандитами. Хан спас ему жизнь. Две станции находятся в глубоком конфликте, который вот-вот станет горячим. Ну, видимо, тут имеется в виду станция фашистов и станция красных. Далее причисляется ряд дополнительных заданий. Доставка предметов первой необходимости. Продукты питания, оружие, боеприпасы, книги, топливо, лекарства и так далее. Истребление логово мутантов, терроризирующих ту или иную станцию. Спасение попавших в беду разведчиков. Сопровождение учёных. И, кстати, что касается вот таких квестов, то даже когда метро уже разрабатывалось в привычной нам концепции, Прохоров всё ещё надеялся реализовать подобную систему дополнительных заданий. Есть глобальные задачи, которые обязательны. Есть возможность выбрать эту станцию, определённое количество дополнительных заданий, которые, опять-таки, позволят немножко разжиться легами, то есть патронами или каким-то устройством. Вернёмся к концепту Nightmares World. В нём обещается, что жители станций будут жить по своему графику и выполнять работы независимо от игрока. НПС может подняться, прогуляться, затем снова вернуться к огню, взять себе еду, перекусить, отхлебнуть из фляжки, сыграть на гитаре. Такой набор нескриптовых действий создаёт у игрока впечатление реальной жизни на станциях метро. Ну то есть вы поняли, это чисто сталкер. Авторы вписали в диздок то, что уже сделали для сталкера и могли повторить в метро. К этому же относится обещание сделать вид от третьего лица и пять видов транспорта. Имеется перечисление мини-игр. Крысиная бега. Игрок управляет крысой, которая должна пройти лабиринт, чтобы первый прийти к финишу. Для участия в игре необходимо приобрести крысу, способную соревноваться с другими гонщиками. Подсветка цели. Игрок должен подсвечивать мутантов, чтобы напарник стрелял по ним. Или напарник подсвечивает цели для нас. Поезд без тормозов. Эта мини-игра основана на игровой физике и логике. Игрок может отпустить тормоза поездов, находящихся в наклонных туннелях, отцепив ранее ненужные вагоны. При помощи таких поездов можно ломать вражеские баррикады, или просто проходить длинные туннели. Наведение ракет. Это финальная мини-игра. Игрок выбирает точку на электронной карте для запуска ракеты. Эффективность залпа зависит от того, как игрок может читать карту. Раздел дизайн документа, посвященный мутантам, использует зарисовки, относящиеся к разработке сталкера, и это вообще орно. На Занхрониклс есть хорошая статья, где подробно разобрано, где какой арт был использован, и что в них было изменено. Например, зарисовка псевдочеловека была просто отзеркалена. А вот первому варианту кровососа добавили крылья, и в итоге с этого арта были сделаны носачи. Больше всего вопросов вызывает вот этот робот, который ну никак не вписывается в концепт метро. И кстати, само происхождение этой зарисовки тоже неизвестно. А вот остальные зарисовки принадлежат Виктору Марчевскому, который скончался в 2005-м, и Алексею Масичуку, который к Фурагеймс также никакого отношения не имеет. Рядом с концептом носача, описываются слоны-мутанты, которые накапливают солнечную энергию, и превращаются в живые лазеры. Я даже не знаю, что смешнее, представить слона, который фигарит лазером из хобота, или носача, занятого тем же самым. Обратим внимание на данную зарисовку. Если приглядеться, то можно понять, что это просто обработанная фотография, и товарищи билдомасоны даже смогли найти оригинал. Эта фотография участка, строящаяся на тот момент, станции Деловой Центр, московского метрополитена. Его реальный работник, был превращен в бойца метро, а на переднем плане, расположен персонаж, а-ля Диггер из билда. Вот этот концепт-арт, также был создан на основе сталкерского арта. А вот что касается артов персонажей, то они были созданы уже специально для метро. Как вам товарищ с повязкой нациболов, объединяющий символику Третьего Рейха, серпом и молотом? Что этот чувак вообще здесь забыл? Ну или женщина-сталкер, тоже выглядит непривычно. А вот уже настоящий представитель Четвертого Рейха. Вообще без символики, зато с немецким МП. Кстати, символика Четвертого Рейха изначально была взята из произведения Глуховского. Это была изначальная трехконечная свастика, которая видна на многих скриншотах. Но к релизу, видимо из соображений цензуры, от свастики осталась только первая буква, буква С. Также в сети можно найти вот такой концепт-арт, что называется из той же серии. Представленный здесь персонаж, не иначе является первым воплощением книжного хана. О чем говорят все эти фенечки, стрелы и даже азиатская внешность. В итоге, хану, как и мельнику, подарят внешности вот с этого арта. Или скорее это постановочный скриншот. Кроме этого, его фрагмент будет использован для фотографий. Особенно забавно это смотрится в подобии храма, куда нас приводит хан. То есть как бы вот хан, а вот его фотография. Арт нацбола, также используется для фотографий. Вот его воплощение, только разумеется без повязок. Этот персонаж до релиза не доживет. Но фрагмент этого скриншота, тоже будет использоваться для фотографий. И еще посмотрим вот на эти арты. Персонажей с них действительно создадут. И довольно похоже. Подводя итог, можно смело сказать, что это максимально странный дизайн-документ. Слит он был вместе с билдом 375, собранным 10 мая 2006 года. В нем, кстати, остался файл от предыдущей сборки, билда 370, от 5 мая 2006. И дизайн-документ, тоже датированный 2006, ну а каким же еще, если только в этом году была основана компания? Билду не соответствует хотя бы названием проекта. Также проф ни разу не упоминал такой игровой концепции своих интервью. Из чего можно сделать вывод, что скорее всего, этот документ рассматривать всерьез не стоит. И все, что было в него накидано, должно было создать образ будущего проекта для издателя. В то время как сами разработчики были нацелены на более приземленный проект. Без выбора пола, возможности грабить, то есть охранять караваны и прочего. Возможно, вы задались вопросом, как же компания Forogames более двух лет разрабатывала игру без издателя. Обратимся к изданию Forbes Ukraine, которая в 2011 опубликовала материал, посвященный Андрею Прохорову. Еще в 2006 году на Прохорова вышел рекламист Анатолий Коба. Это, кстати, с него будет создана одна из игровых внешностей, который свел программистов со своим старым товарищем по комсомольской работе, бизнесменом Владимиром Лымарем. Коба привел весомые доводы. Прочные связи Прохорова с издателями Сталкера, гигантом американской игровой индустрии THQ, плюс команда программистов и художников, выпустившая продукт, который заинтересовал американского издателя. В новой компании ForoGames Лымарь получил контрольный пакет, а Прохоров и еще три, уволенных Григоровичем компьютерщика, около 45. Хе-хе-хе-хе, компьютерщика. Впрочем, и сам Прохоров здесь называется программистом. Но, несмотря на эти забавные моменты, в целом статья очень полезная и проясняет многие моменты. К моменту получения первых денег разработчики закончили разбирательство с Григоровичем, который в 2006 году подал в суд на своих бывших сотрудников. Прохоров искал издателя, который взялся бы за продвижение новой игры на мировом рынке. Старые знакомые из THQ не горели желанием снова инвестировать в команду, несколько раз срывавшую дедлайны при сдаче Сталкера. Тут я позволю себе комментарий, не просто несколько раз срывавшие дедлайны при сдаче Сталкера, сама сдача Сталкера еще не произошла на тот момент. То есть HQ ожидает от GC Сталкера, который все никак не выходит. Уже Дина Шарпа туда послали. И тут Прохоров с командой приходит и говорит, а не хотите инвестировать в еще одну нашу игру? С представителями Electronic Arts мы пили пиво в баре, и я задал им вопрос, будете подписываться или нет? вспоминает Прохоров. Американцы по его словам ответили, что игра хороша, но с такими мелкими разработчиками, как 4A Games, их компания дела не имеет. Прохоров еще долго искал бы издателя, но успех Сталкера побудил менеджеров THQ изменить свое мнение. На этом первая часть разбора истории создания Метро 2033 подходит к концу. Данный ролик не получился бы таким полным, без прямой и косвенной поддержки многих людей. Спасибо всем, кто по кусочкам находил и сохранял информацию по данной теме. В ролике были использованы отрывки многих интервью, ссылки на которые я оставлю в описании. Там еще много всякой интересной информации, которая осталась за кадром. В видео были использованы замечательные треки из саундтрека Метро от Алексея Амельчука и Георгия Белоглазова. На этом все. Ждите следующую часть. На связи был Ванделей. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok